Какой ребёнок не любит мультфильмы? А ещё интереснее становится смотреть мультфильм, если он сделан по детской книге. Читая книгу, ребёнок, конечно, в своём богатом воображении рисует себе героев, но в мультфильме персонажи буквально оживают, двигаются, у них появляются голоса. В мультфильмах фантазия режиссёра почти не скована техническими и физическими возможностями. Герои там могут парить в воздухе, путешествовать в космосе или по дну океана, на экране появляются самые причудливые создания существа, творится настоящая магия. Оторваться от этого зрелища сложно, и неважно, сколько тебе лет, 6 или, скажем, 36. Именно с анимацией может начаться первый интерес к литературе. Если мультфильм понравился, ребёнок, скорее всего, согласится прочитать оригинал или продолжении классной истории. Библиотека номер 18 Северного округа подготовила обзор книг, посвящённые Международному дню анимации. Советские мультфильмы любят не только за их лёгкость, самобытность, живую картинку, но и за добрые юмористические изречения. В 1965 году студия «Союзмультфильм» выпустила экранизацию сказки Вадима Коростылёва «Вовка. Тридевятом царстве» режиссёра Бориса Степанцева. Лента, наполненная репризами и каламбурами, сразу произвела положительное впечатление благодаря красочным выражениям, ушедшим в народ, которые живут с нами и по сей день. Сценарий для экранизации писал сам Вадим Коростылёв. Идея для сюжета оказалась такой же лёгкой и уютной, как и сама кинокартина. Сценарист вдохновился общением со своей дочерью Мариной. Фраза «Хочу мороженое, хочу пирожное», которая была перенесена в фильм-сказку, изначально сказана Мариной в общении с отцом. Борис Степанцев срежиссировал юмористическую историю в жанре современной нравоучительной сказки, которая занимала особое место в творчестве режиссёра. Он всегда помещал фильмы, юмор и абсурдные ситуации. Огромный вклад внёс художник-постановщик Анатолий Савченко. Именно он смог при помощи рисунка раскрыть потенциал героев, передать традиционное изображение персонажей того времени, отразить атмосферу душевного тепла и добра. Остроумные и отточенные реплики Вовки – заслуга выдающейся советской актрисы Рины Зелёной, озвучившей главного героя. В процессе съёмок Рина могла добавить что-то от себя. К примеру, знаменитая «Она весь рот откроет» – эпизод, в котором Вовка обещает старухе новое корыто. Благодаря её уникальному таланту, озвучивать детские монологи точно, словно выстрел, герои мультипликации волшебно сливались с её голосом. А вот «Золотую рыбку» или «Несчастную кильку», как прозвал её Вовка, и главную Василису Премудрую озвучила Клара Румянова. Голос советской и российской актрисы хорошо знаком телезрителям. Клара известна по озвучиванию более 300 советских мультфильмов. В их число входит и лента «Но погоди». Клара подарила голос зайцу. Юмористическая картина быстро обрела культовый статус. С главным героем Вовкой не одно поколение совершило путешествие в тридевятое царство. Мальчик мечтал о сказочной жизни, где только и делай, что ничего не делай. Эту фразу вы наверняка слышали от родителей. Необыкновенная история начинается с обыкновенного, на первый взгляд, места. Библиотеки, литературная магия – это фантазия, где каждый читатель может совершить путешествие в книжный мир. Вовка отправляется в тридевятое царство, где знакомится с традиционными героями русских народных сказок. И царь, и золотая рыбка, и трое из ларца, а также другие персонажи поспособствуют тому, чтобы урока вреде тунеядства был усвоен гостем из реального мира. Без внимания никогда не остается цитата «Да ладно!» и так сойдет. Знаменитые «Ага!» и «Килька в томате» – эпизод, где золотая рыбка выкидывает Вовку. Незабываемая поучительная кинолента о школьнике Вовке, которая дарит тепло и положительные эмоции взрослым и детям навсегда в сердцах у телезрителей. Мультфильм «О стране невыученных уроков» был снят в киностудии «Союзмультфильм» в 1969 году по мотивам книги с таким же названием автора Лии Гераскиной. Эта картина – очередной шедевр мультипликаторов Великого СССР. Режиссер Юрий Прытков и целая команда художников-мультипликаторов постарались на славу. Мультфильм получился не просто интересным, но и невероятно поучительным. Препятствия, с которыми сталкиваются Перестукин и его кот Кузя, в книге идут в обратном порядке. Режиссер Юрий Прытков убрал несколько сцен, которые были в повести, а также исключил второстепенных персонажей – маму и одноклассника в виде Перестукина. Главного героя мультфильма озвучила актриса Мария Виноградова. Ее голосом говорят многие известные персонажи – щенок из анимационного фильма «Котенок по имени Гав», дядя Федор из цикла «Простоквашина» и другие. В стране невыученных уроков – это история одного мальчика, бездельника и лентяя, который предпочитает все свое свободное время тратить на игры с любимым котенком, нежели на выполнение домашних заданий. Школьник в ППХ выполняет задания, делая массу грубых ошибок в решении задач, но это его вовсе не смущает, а даже наоборот – немного забавляет. И однажды Витя Перестукин, так звали мальчишку, искренне желает приключений, и его желание сбывается. Школьные учебники отправляют Витю в страну невыученных уроков. Условия пребывания школьника в этой стране просты. Чтобы благополучно вернуться домой, мальчик должен правильно решить все ситуации, которые попадутся ему на пути. Если же с заданиями Витя не справится, он навсегда останется в стране невыученных уроков. Школьник в своем путешествии сталкивается с ошибками, которые он сделал, выполняя домашнюю работу. Тут ему встретились и плотоядная корова, и половина землекопа из задачи, и белый медведь, которого Витя по ошибке отправил на йог. В конце путешествия Перестукин попадает во дворец грамматики. Здесь глагол повелительного наклонения наказывает Витю и вносит ему приговор «казнить нельзя помиловать». Перестукину нужно правильно поставить запятую. От этого зависит его дальнейшая судьба. В итоге мальчик успешно справился со всеми заданиями и вернулся домой целым и невредимым. После такого опасного приключения Виктор Перестукин пообещал, что с этих пор выполнять домашние задания он будет всегда. Мультипликационная картина Витя Перестукини прекрасно показывает, что без знаний выжить в современном мире практически невозможно. И если ты овладеваешь знаниями и прилежно учишься, тебе откроются все пути и большие возможности. Любая задача и работа тебе будут под силу. Поэтому учиться нужно, причем выполнять задания следует аккуратно, внимательно, старательно и не спеша. Наглядный урок нерадивым школьникам и лентяям преподал знаменитый детский писатель Владимир Сутеев «Сказки. Волшебный магазин». Владимир Григорьевич Сутеев – знаменитый художник-сказочник, один из основателей отечественной мультипликации. «Волшебный магазин» – советский рисованный мультипликационный фильм 1953 года по одноименной сказке. Последняя совместная работа режиссеров Леонида Амальдрика и Владимира Полковникова, которые, объединившись схожими творческими стремлениями, нашли свой собственный стиль. Доброго, но не бесхитростного продавца-волшебника озвучил Георгий Витцин. Мультфильм был отмечен дипломом на международном фестивале в Венеции. Витя Петров – мастер задаваться, но не охотник делать дело. Он похвастался перед школьным отрядом своими художественными талантами, а когда ему поручили нарисовать стенгазету, попытался переложить задания на друга. И правда, когда ему самому заниматься учебой или общественной работой, если он целыми днями ходит за помощью и подолгу всех упрашивает. Слоняясь с ватманом в руке, Витя попадает в волшебный детский универмаг, где можно приобрести удивительные вещи. В этом магазине, хозяин которого добродушный Максов Мак, Витя получает волшебные краски, которые сами рисуют. Прогнав свою младшую сестру с плюшевым медведем, Витя произносит соответствующее заклинание и отдает краскам приказ рисовать стенгазету. Посмотреть на то, что нарисовали краски, он не успел. Первая неудача героя не останавливает, и он раз за разом возвращается в магазин. Сначала за волшебной балалайкой, затем за волшебным мечом, чтобы без труда стать музыкантом и спортсменом. Наконец, благодаря разговорам со старичком, Витя понимает, что самые ценные и важные победы – это те, которые ты одержал сам, не полагаясь на помощь других. Очнувшись от волшебного сна, Витя сказал удивленному другу, что нарисует газету сам. Мультфильм учит отвечать за свои слова, воспитывает стремление достигать своих целей самостоятельно и прилагать усилия для новых достижений. Экранизировать литературные произведения всегда непросто, но режиссеры снова и снова обращаются к книгам, чтобы перенести на экран любимых героев. Это в полной мере касается и мультипликационных фильмов, создатели которых стараются внести в оригинальную историю что-то свое. Мультфильмы, созданные по мотивам книг, часто приходятся по вкусу и детям, и взрослым. Они могут стать прекрасным вариантом семейного досуга, объединяющего сразу несколько поколений.